Всем привет, с вами Ирин, и это новая рубрика, которая называется «Пниноко», что расшифровывается как «Перевод, не имеющий никакого отношения к оригиналу». Как вы уже могли заметить, я не очень люблю плохой перевод. Но, если раньше у нас были ошибки маленькие, типа использования слов, которых нет в оригинале, или не очень точное использование устоявшихся фраз, или использование неточных слов, ну и, конечно, мой любимый перевод глаголов как существительных то в этой рубрике мы будем разбирать, как я уже сказал, слова, не имеющие никакого отношения к оригиналу. Ну, вот, к примеру, фрагмент песни из Моана «Мэйк-вэй», «Мэйк-вэй», «Мэйк-вэй». Два раза используется одно и то же слово, двумя разными словами на русский язык переводится, и оба слова не имеют никакого отношения к словосочетанию «Мэйк-вэй». Но проблема этого перевода заключается не только в том, что он не имеет никакого отношения к оригиналу, он также не имеет никакого отношения к контексту ситуации. Во-первых, он ни с чем не рифмуется дальше, и, во-вторых, ну, куда вперед, чего смелее, к кому он обращается и о чем он говорит. Ну, то есть, совершенно никакого смысла нет. Нет, я понимаю, что перевод песен довольно сложная вещь, но это не значит, что можно просто взять и впихнуть какие-то совершенно случайные слова и назвать это переводом. Само словосочетание «Мэйк-вэй» переводится как «освободить место» или «освободить дорогу» в данном случае. А чаще всего используется с предлогом «фо», то есть «освободить дорогу» или «место для чего-то» или «для кого-то». Ну, и вполне понятно, что в данном контексте оно переводилось как «разойдитесь» или «раступитесь», но так как это слишком длинные слова, под движение отца Муана они не очень сильно подходят. Но можно было использовать слова, которые хотя бы подходят ситуации, например «эй, все», «сюда», ну или что-то в этом роде, поскольку дальше они начинают танцевать, и это хотя бы имело хоть какой-то смысл, чем, ну, в любом случае, гораздо больше имело бы смысл, чем «вперед» и «смелей», которые относятся, ну, совершенно ни к чему. Кстати, с перевода слов «смелей» и «вперед», то «forward» будет значение «вперед» как направление, как призыв к действию, это будет либо «let's go», если вы вместе, либо «go», «go» в поведительном наклонении, либо «move», тоже поведительное наклонение, но это уже больше военный термин. Ну, а «смелее» можно перевести как «come on» или «go ahead», это как призыв к действию, если вам нужно в сравнительной степени прилагать на «смелый», то есть «смелее», это будет, соответственно, «braver». На сегодня все, подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, оставляйте ваши вопросы в комментариях под видео, увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!